Школа раздора. В Одинцове разгорелся спор из-за лингвистической гимназии. Как считают родители, в учебном заведении предпочтение отдают неодаренным, а особенно обеспеченным детям. Ну а раньше лингвистическая школа действительно была не для всех, но с 2015 года школа перешла в ведение местной власти. Ну и на днях чиновники опубликовали приказ, круглая, так называют ее жители, примет первоклашек не из близлежащих домов, а из элитных коттеджных поселков Княжичи и Родники. Кому же достанутся места за элитными партами, выясняли наш корреспондент. Одинцовская лингвистическая гимназия, современное здание, двор со спортивной площадкой и бассейном. Внутри просторные классы, игровые зоны для младших учеников, для старших компьютеры, для отдыха, собственный зимний сад. В программе школьников углубленное изучение четырех языков, блестящий педагогический состав. А это те, кто остался по ту сторону забора. Родители будущих первоклашек из ближайших домов. Для их детей мест за элитными партами не нашлось. Почему наши дети должны будут идти там за квартал, как бы, да, до школы, а их дети просто перейти дорогу и пойти в школу? Мне просто непонятно, по каким критериям делили эти дома. В десяти метрах находятся дома, которые почему-то не попали в это. Почему-то родники княжичи попали сюда, значит, а вот эти, они что, черные люди? Потому что там живут богатые люди. Вы посмотрели бы, на каких машинах привозят и увозят этих деток. Не для простых лингвистическая гимназия, только для состоятельных умов, уверены родители. Единицы сюда, остальные не угодны элитным запросам, пойдут в 14-ю. Выходит единственную доступную школу на целый микрорайон. Уже ходят шутки, что она в три смены работает. Я думаю, что скоро это так и будет. Эта школа, ее нормативная вместимость порядка 250 учеников. А сейчас в ней учатся в текущем году 1300. То есть пятикратное превышение. Дети наши должны перейти дорогу, пройти с лыжами, с портфелями. 14-ю школу. Под усиленной охраной сейчас, еще год назад, эта гимназия действительно была не для всех. Только для особо одаренных. Говорят, стоимость элитного обучения доходила до полумиллиона рублей за учебный год. С прошлого года школа стала муниципальной, но, похоже, с бюджетным статусом для всех. В учреждении пока не смирились. 18 января на сайте управления образования Одинцовского района опубликовали приказ. 1 сентября в особенную гимназию пойдут первоклашки не из ближайших домов, а дети из поселков, родники и княжичи. Вот она часть за бортом. Дома, которые не попали в лингвистическую, пойдут дальше в гимназию номер 14. В то время, пока за элитные парты под окнами сядут первоклашки из коттеджей, через дорогу и двух многоэтажек по улице Гаврилова. В управлении образования распределение объясняют лишь большим числом будущих первоклашек. Чиновники уверяют, места хватит почти всем. Чем руководствовалось управление образования, когда распределяло дома, которые стоят непосредственно близости, относятся к разным школам? Как же так получилось? Это не только на территории данной гимназии. Дело в том, что мы проводим мониторинги, связанные с количеством граждан, которым исполнится 6,5 лет на 1 сентября 2016 года. И если откроете приказ, то сразу бросается в глаза, что за одним учреждением закреплено, грубо говоря, 35 домов. За другим учреждением 20 домов. В этом приказе прописано, что до 1 июля лингвистическая гимназия Одинцовская принимает детей с закрепленных, за школы из этих домов. То после 1 июля на свободные места могут поддать заявление все желающие. В сентябре 2016 года в круглой школе обещают создать 4 первых класса. По 25 детей в каждом. Тогда в 14-ю смогут пойти 120 детей. Будут открыты не 6, а 5 классов без нарушений САНПИНов. Но за место в лингвистической гимназии под своими окнами родители еще намерены бороться. Сейчас взрослые готовят коллективную жалобу. Аида Маликова, Артем Павлов, Елизавета Пчелкина. Новости 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова